Приветствую всех металлистов на моем канале. Как некоторые заметили еще ранее, я обгаживаю постоянно новые альбомы. В общем-то этим буду заниматься и сейчас. Ну а как вы хотели, не бывает такого, чтобы сплошь и рядом выходили отличники. Таковых, как правило, очень мало. И это закономерно. Так и должно быть. Пройдусь я в данном сборнике по наиболее известным именам, независимо от качества альбома. И по новичкам, на которых следует обратить внимание. Поехали. Первым номером идет Fear Factory. Альбом, работа над которым, началась давным-давно и в общем закончена была тоже давно. Но серьезные разногласия, которые возникли между участниками группы, в первую очередь Бертоном Беллом и Дина Казаресом, так и не давали его своевременно выпустить. В конце концов, Бертон покинул группу в прошлом году и новый релиз, собственно последний, где звучит его голос, наконец-то увидел свет. Fear Factory это группа, которая, с одной стороны, достаточно дубовая, если так выразиться, в плане шаблонности самой музыки. Но иногда их прорывало на истинно великолепные композиции. В этот раз я рассчитывал снова именно на отдельные темы. На альбом в целом ни в коем случае. Здесь даже обложка копируется на протяжении многих лет. И даже в плане хотя бы парочки треков я все равно просчитался. Никакой маломальской оригинальности, кроме бесконечных рваных гитарных риффов, свойственных своей индустриальной техногенности всем альбомам группы. Ничего более я не услышал. Работа очень сухая, примитивная и, наверное, худшая за очень много лет у Fear Factory. Видимо, межличностный кризис в итоге сильно отразился и на самой музыке. Следующим идет Доктрон. Сразу же скажу, главный минус это ужасающий звук. По сравнению с предыдущим, кстати, отличным альбомом, это словно родился в норвежских подвалах 90-х. Лично я такой эстетики никогда не понимал и в теперешнее время не понимаю тем более. Первое впечатление испорчено сходу. Теперь идем дальше, непосредственно к материалу. В целом это не Black, а смесь Candle Mess и ранних Black Sabbath, такой тягучий Heavy Metal, Doom Metal. О чем, кстати, музыканты и предупреждали слушателей еще до выхода альбома. Все так и получилось. За это, в общем, спасибо знаменитому дуэту, что они не застаиваются в своем творчестве, сохраняя при этом Доктроновскую ауру, атмосферу и гитарный саунд. Здесь всего пять очень длинных треков, но я рассчитывал на их содержательность, и Доктроны это под силу, чему свидетельствует прошлый релиз. Там тоже треков всего ничего, но зато можно заслушаться тем, как они развиваются. Здесь же все намного прозаичнее. Композиции двигаются как-то лениво и некреативно. Я впоследствии не раз переслушивал Eternal Hailes и ловил себя на мысли, что, возможно, даже этот материал звучал и воспринимался бы намного лучше, если бы в нем был человеческий звук. А так, по итогу, мне работа совершенно не понравилась. Далее, Pestilence. Здесь я буду максимально краток. Бестолковая звукоблудия, которая с трудом дослушиваешь до конца. В общем, так же, как и на прошлом альбоме. От Pestilence осталось только знаменитое название. Это совершенно не та группа, которую мы знали с конца 80-х. Их возвращение к 2000-х, в принципе, творчески не ознаменовалось ничем особенным. А две последние работы так и вовсе хуже некуда. Следующий, Тима Толкис, Эвалон, The Enigma Burst. Новый альбом от маэстро Тима Толки. Напомню, что это некогда был главный идейный генератор Стартовариус. Но человек поисписался и давно ничего хорошего не сочиняет. Новая работа не стала чем-то выдающимся, несмотря на кучу приглашенных вокалистов. Мария Лотарака, Джеймс Ля Бри, Британи Слейс, Фабио Леоне и так далее. Посредственная музыка не позволяет альбому стать впечатляющим эпиком. Даже удивительно, слушая последние работы Тима, как самостоятельной творческой единицы, с трудом верится, что в свое время он был автором большинства музыки в альбомах Destiny, Infinite, Elements. Кстати, именно после Elements начались серьезные проблемы в отношениях, что привело к эмоциональному срыву Толки, от которого он долго лечился. Собственно, после этого творческую жилу словно отрезало. Очень жаль, прекрасный в прошлом был композитор. Двигаемся дальше. Восхищение работой группы Light the Torch, они же в прошлом The Devil You Know, а еще в более прошлом Говард Джонс был вокалистом Kill Switch Engaged. Короче, восхищений в этот раз не будет. Второй альбом получился слабее в сравнении с предшественником, но в то же время он все равно легко слушается, без изысков, но хитово. Это такой себе эстрадный вариант Metal Core, если можно так выразиться. Есть моменты схожести между мелодиями, но лично меня конкретно в данном случае это совсем не напрягало. Я считаю, что альбом получился. В сравнении с тем, что я слышу в данном стиле в последнее время, где группы даже такой простой хитовости не могут придумать. Однако, конечно же, хотелось бы чего-то на уровне прошлой работы, в которой контраста между треками было чуточку побольше, и настроений мрачного характера на фоне мажорностей тоже было побольше. Но все же я не разочарован. Следующим идут Machine Head. Это всего лишь трехтрековый цифровой сингл. Это даже не эпишка. Казалось бы, можно и не придавать значения. И знаете, вот это подобие эпишки, то, что мне понравилось за выбранный период, наверное, больше всего. Я могу переслушивать его 10-20 раз подряд и не надоедает. Сколько раз я вообще послушал ее с момента выхода, уже и не припомню. Become the Firestorm – это настоящий наркотик. Причем в ней ведь нет какого-то феноменального творческого полета. Но она захватывает своей мощью, потрясающей слаженностью, ритмикой и вот этим сочетанием двух тональностей Роба Флина. Почти не уступает по впечатлениям исследующая Rotten. Врезается в память мгновенно. А еще говорят, что все возможные гитарные риффы давным-давно написаны. Eros in the Wars from the Sky также с отличной мелодикой. Композиции разные по своей сущности. Они подарили мне впечатлений больше, чем все остальные альбомы вместе взятые. К моему счастью, все данные треки войдут в грядущий альбом, который, видимо, выйдет уже в следующем году. И если остальные композиции будут такими же по силе, как представленные нам сейчас, то предполагаю, что следующая работа может стать, возможно, лучшей в дискографии Machine Head. Следующий – Power Wolf. Самый обычный альбом в своем привычном стиле нам представили немцы. Он не лучший и не худший в их дискографии. Слушается нормально, но мне их стилистика несколько приелась. Подход к написанию мелодий стал отчасти шаблонным. И думаю, им пора что-то менять, вносить некую новизну. Либо все же тщательнее работать над хитовостью. Следующий – Ингви Мамстин. Вышел новый альбом у этого знаменитого гитариста. Честно, я удалил его после второго трека. Возможно, кто-то смог дослушать до конца и скажет, чувак, да там как раз с третьей темы начинается самый жир. А мне кажется, что у старинной Ингви уже творческий маразм. То, что я услышал в первых двух треках, честно, мне хватило по самое некуда. Двигаемся дальше. Группа Багира, новый альбом, который вышел недавно на фонах. Я хочу сказать, что у многих из нас выработалось какое-то неприятие лирики на родном языке. То есть это уже заочно воспринимается как нечто ниже по классу, чем зарубежное. Я действительно сам неоднократно сталкивался с такими предубеждениями. Мол, а так это наши, чего там слушать. Очень странно, согласитесь, словно комплекс неполноценности. Часть такой публики я мог понять раньше, в прежние далекие годы. У нас было действительно достаточно пародийных групп, которые, мягко говоря, не дотягивали до западных аналогов. Но сейчас ведь другое время. Мы знаем множество своих музыкантов, на фоне которых уже некоторые западные коллективы частенько выглядят послабее. И тем не менее, солидная часть публики с теми же выводами в духе «не слушая, уже знаю заранее», все равно по-прежнему осталась. В этой связи я хочу сказать несколько слов о казанской группе Багира и ее новом альбоме. Это традиционный хэви-метал, трэш-метал, в котором узнаются нотки легендарных российских групп от арии и мастера до чего-то более модернового. Этот альбом не претендует на какие-то мега-лавры, но он сделан на отличном уровне. И, как мне показалось, по мелодике превосходит работы отдельных наших легендарных личностей. Как говорится, дорогу молодым. Вокалистка Алла Булгакова великолепно исполняет как чистые партии, так и грув. На сегодня это уже своего рода тренд, когда в альбоме звучит два типа женского вокала. И мне это нравится. Больше эмоционального разнообразия. Из минусов по лирике, например, потому что, когда слушаешь на родном языке, естественно, больше обращаешь на это внимание. Минус – это разброс в тематике песен от рокеров на мотоциклах до скандинавских легенд. Я все же больше приверженец, если не концептуальности, то все же какой-то относительной родственности между песнями. Но это, как вы понимаете, все субъективно. Музыка Музыка Лично мне больше всего понравилась композиция «Судьба правит всем». Своей эпичностью и развитием с переходом от хэви, в котором мне, кстати, казалось, она так и доиграет в экстремальный темп. А также очень удачный «Немой испуг», «Дотянуться до небес» и «Риск». Хороший альбом от наших музыкантов. Новый альбом от легендарного Диснайдера и очень положительные впечатления. Мужик подбирается к седьмому десятку, а может дать фору молодым и демонстрирует, как нужно делать хард-рок, хэви-метал, за который не будет стыдно. Можно сказать, так ведь чувак с огромным опытом, но ведь знаем мы людей с опытом не меньшим, но тем не менее превратившихся в посмешище со своей музыкой. Диснайдер, скажем так, не мой кумир, но то, что я услышал в альбоме, действительно заслуживает уважения. Качественно записанный материал, в котором он великолепно связал дух классического хард-рока 80-х. Можно услышать и нечто от Дио и от Ози Осборн и более современное тяжелое звучание, временами переходящее с хэви-метал на трешевую пульсирующую ритмику. В этом плане альбом очень разнообразен. Здесь есть и отличные композиции, вроде In For The Kill, Crying For A Life, Stand, так и хорошие середняки, но совсем отстойных треков я не обнаружил. Это даже удивительно. Я бы сказал, что Leave a Scar должен быть настольным диском для всех начинающих групп легкой категории, как своего рода учебник. Далее, Down of Dismality. Это дебютный альбом американской группы, играющий Doom Death Metal, во многом напоминающий стилистику их соотечественников November's Doom. Для дебюта просто отлично. Замечательное сочетание мужских чистого и гроула, а также немногочисленного женского голоса. Очень выразительно у них получается. В самой музыке они не скучны, чем довольно часто грешит такое направление. Группы иногда мрачность чувствуют как-то по-своему. Оно, конечно, так и должно быть по-своему. Но в то же время, уж извините за тавтологию, по-своему у всех получается одинаково. То есть уныло. Down of Dismality, если и не пестрят какой-то мега мелодикой, не выходящей у тебя из головы, а такие альбомы вообще бывают очень редко, я все равно считаю, что для дебюта это великолепная работа и на этот момент лучшая в данном стиле в 2021 году. Не пропустите данный альбом. И далее жду заявленный на осень с Follow The Sun. Пожалуй, только они могут сделать нечто из ряда вон. По крайней мере, из тех, кто еще запланирован на этот год в таком направлении. Еще одни дебютанты, которые хочу отметить, это финская группа Endless Chain. Хотя это, наверное, скорее пока что проект. Его автор Тима Молса, который для записи альбома пригласил ряд известных финских музыкантов. Записи и сведения тоже проводились в Финляндии. И в самой музыке чувствуется финский колорит. Я имею в виду не фолк, если кто подумал, здесь его нет. Это сложно объяснить, но вы наверняка почувствуете, потому что, например, в некоторых темах угадываются нотки позднего Amorphies, как, например, в композиции All Of The Above. Кроме того, вокал Мика Хайкиала, работающего в группах Каунис Коломейшн и Down Of Solace, также имеет исключительно финский характер. Но он здесь, кстати, не единственный вокалист. Материал альбома очень разнообразный. От хэви металла и готик металла до атмосферного и даже местами эмбиентного звучания, как, например, на финальной The Memories. Но, несмотря на такой стилевой разброс, альбом воспринимается очень цельно. И я рекомендую с ним ознакомиться. Следующий, Floats & Jetson. Американская трэш-метал-легенда. Глядя на обложку, кажется, что это словно продолжение предыдущего релиза The End Of Chaos. Типа некое подобие Годзиллы против Конга. Вообще, я гораздо больше рассчитывал на альбом Датчан Артиллери, но у них в этом году, к сожалению, совсем не заладилось. На помощь пришли Floats & Jetson. Чем-то удивить нас этот альбом навряд ли сможет. Трэш-метал есть трэш-метал. Но в то же время записано, исполнено, вокал, все на отличном уровне. От альбома не устаешь. Он прекрасно заходит. И в этом году пока что, наверное, для меня трэш-метал альбом номер один. В первую очередь, потому что в нем живет еще и хорошая мелодика, помимо типично трэшевых гитарных структур. Не думаю, что надолго задержится в моем проигрывателе, но пока я его иногда переслушиваю. Лоурене Лоухимо Еще один приятный альбом легкой категории. Это проект двух финских вокалисток. Нуре Лоухимо из Battle Beast и Неты Ноурене из Smackbound. Кстати, Smackbound – отличная группа, дебютный альбом которых я уже отмечал в прошлом году. Результатом сотрудничества двух вокалисток стала работа The Reckoning, в которой великолепно переплетаются хард-рок и хэви-метал. Собственно, к чему они, в общем-то, и стремились еще при подготовке материала. Я с удовольствием послушал альбом. Замечательная музыка, масса хитов, отличное сочетание двух тембров. Не раз материал навевал какие-то ассоциации еще с мелодикой Scorpions. Но также есть здесь и довольно резвые и тяжелые хэви-метал треки, как, например, Beach Fire, словно пейнткиллер Judas Priest в своем вступлении. Такой альбом просто необходимо выделить. Все, кто любит классический хэви-хард-рок направление, не должны пройти мимо. Рекомендую. Далее, Duck Morn. Это американская группа, состоящая всего из двух человек. Прямо как по подобию Duck Tron. Играют они очень мелодичный фолк Black Death с таким именно фэнтезийно-фолковым уклоном. Однозначно хочу выделить данный релиз. И, к слову, появляются толковые новички в разных стилях, в чем я за этот год уже не раз убедился. Надеюсь, лучшие их работы еще впереди. Слушая альбом King of the Rusted Crones, кажется, что это банда с хорошим опытом, со знанием дела, да плюс еще и талантлива. Содержательные композиции, часто фрагментами в мелодике, напоминающие мне классический шведский мелодик Death 90-х. Наверное, еще и это подкупает. В целом, лично для меня, это лучший альбом за два месяца, в котором объединяются Death и Black. Если в целом, то за этот период новички прямо большие молодцы. Когда находишь вот такие альбомы, понимаешь, что не зря копаешься в куче неизвестных релизов, не фильтруя и не ориентируясь только на известные имена. А теперь запись, которую я постигаю до сих пор. Новый альбом от The Gaze и так же, как и прошлый раз, восторг и высокие оценки прессы на Западе. Предыдущий релиз получил 10 из 10, огромная редкость, и я в большей степени согласен, ну 9 точно бы поставил. В этот раз оценка новинки 9,5 из 10, то есть, по идее, значит, что альбом должен быть не слабее. Полный предвкушений я поставил его, и как итог, после первого прослушивания, у меня осталось больше вопросов и довольно странных ощущений какой-то музыкальной недосказанности. А оценить сходу я его не смог. Прошел месяц, я постоянно возвращаюсь к этой работе, и картина постепенно вырисовывается. Это уже не просто Melodic Death, здесь много эпичности, необычных решений, это новая веха в развитии группы, которую они начали развивать еще с предшественника. Первые три темы, Spectre of Extinction, The Paradox и Nightmare Bean, подчеркивают, что это классический отзегейт в своем лучшем виде. Композиции однозначно хороши, хотя первоначально, еще не знаю, что будет дальше, я задавался вопросом, за что же все-таки 9,5 баллов, но ведь не за классику. Все начинается прежде всего с Garden of Cirrus, навряд ли я ждал такого развития альбома. Максимально нехарактерная для группы тема, в которую вплетен саксофон, и надо отметить, что этот инструмент не кажется инородным, здесь нужно его чувствовать, это тоже талант, я вам скажу, такие партии я встречал лишь в некоторых работах Ишана, бывшего музыканта Эмперо, у него мелодии саксофона получались даже в какой-то мере атмосферно-зловещими. Также необычность новой работы в наличии атмосферных, я бы сказал, саундтреково-кинематографических фрагментов, как в Touched by the White Hand of Death, имеющий такой эпический старт в духе Cradle of Fields, а затем Дэзовое продолжение. Отличная вещь, но если бы стартовая мелодия как-то еще перекрикалась в середине темы, а не только в 10-секундном фрагменте в конце, то было бы круче. Но ничего, я слыхал группы, у которых подобные вступления вообще никоим образом не вяжутся с композицией в дальнейшем. В целом, трек Touched by the White Hand of Death просто отличный, если без мелких пригирок. Вообще, в новом альбоме от The Gates много интересных мрачных атмосферных вступлений, как, например, в следующей композиции Fallen to Time. Привлечены классические струнные инструменты, отчего работа тяжела по восприятию для человека, привыкшего пропускать через уши бесконечные часы такого однотипного мелодик дезметалла, выпущенного кучей групп. Здесь нужно сосредоточение и, скажем так, вхождение в состояние. Великолепно и необычно звучит космик пессимизм, а также отличное классическое завершение альбома в виде Eternal Winter of Reason. То, что от The Gates сделали на двух последних альбомах, это максимально для меня неожиданно. Группа, не забывая о своем прошлом, вносит в музыку много нового, отчего Nightmare of Bean заставляет в него вслушиваться. В таких группах, в таких работах я больше вижу созидательности. И вот подобные альбомы демонстрируют, что далеко не все детстеры превратились либо в грубый шаблон, или в мажорный мейнстрим. В общем, один из самых заметных альбомов за два истекших месяца. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до следующих обзоров.